всем привет и это 42 серия наших разборов портфолио помимо трех портфолио наших участников марафонов мы сегодня также поговорим про то с чего стоит начать свою работу со стоками и так с чего же нужно начать во первых если вы хотите продавать фотографии то вам нужен телефон с хорошей камерой или фотоаппарат в принципе могу сказать что фотоаппарат какой-то покупать вообще не обязательно многие стокеры работают с телефона и качество на самом деле достаточно хорошее если у вас современный новый смартфон если вы снимаете на телефон то очень важно делать снимки при хорошем освещении но на самом деле для фотографий на фотоаппарат это тоже важно но этому учить я вас в данном видео не буду потому что это отдельная огромная тема да со стоковыми фотографиями и в целом с фотографиями на шаттер сток если вы фотографируете с телефона в принципе можно загружать эти фотографии через телефон но если вы работаете стоками регулярно и по многу то будет не очень удобно и лучше конечно же иметь компьютер и освоить такие программы как стоксабмиттер чтобы загружать на несколько стоков за один клик это очень удобно если вы хотите продавать иллюстрации нарисованные от руки то вам понадобится сканер ну или опять же телефон с хорошей камерой конечно если вы рисуете акварель то все-таки лучше чтобы это был сканер ну а если вы рисуете дудл или какие-то другие простые стили где не столь важна передача света и где вы будете возможно потом редактировать как то по цветам саму иллюстрацию то в принципе можно обойтись и телефоном сразу хочу сказать что если вы еще не точно решили что хотите работать со стоками да и пока не понимаете будет ли это вашей какой-то основной деятельностью то не стоит покупать сразу каких-то кучу вспомогательных штук можно вполне обойтись подручными средствами а потом когда вы уже начнете зарабатывать первые деньги на стоках и поймете что это действительно ваше то тогда уже можно раскошелиться и приобрести какие-то вспомогательные материалы если вы рисуете векторные иллюстрации то конечно вам не помешает графический планшет если у вас нет графического планшета то это не страшно начните с подручных средств и потом уже докупите необходимые материалы ну конечно же кто планирует работать со стоками нужен хороший интернет чтобы ничего не подвисало при загрузке ну и в идеале компьютер с телефона работать тоже можно но с компьютера это будет проще и удобнее еще для стоков вам понадобится базовое знание английского языка нужно знать хотя бы какие-то малейшие азы в остальном в принципе вам поможет переводчик да то есть на супер круто английский не нужно также для работы со стоками вам понадобятся качественные работы которые подходят к тематике стоков то есть именно стоковые работы если вы просто разгребете свои архивы залежавшиеся и загрузите их на стоке продаж у вас ну возможно будут но будет мало и все будет идти плохо и вам захочется все бросить поэтому нужно уделить особое внимание именно стоковому контент туда и созданию стокового контента и изучению этой информации чтобы сдавать действительно актуальный контент и об этом у нас есть уже достаточно много видео на нашем youtube канале ваши работы будь то фотографии или иллюстрации должны нести коммерческую ценность чтобы они хорошо продавались на стоков вряд ли кому-то нужен просто портрет вашей бабушки но если бабушка будет на каком-то однотонном фоне если бабушки будет в руках новогодний какой-то предположим подарок и рядом возможно какая-то елка то это уже немного другое да и если там мы там пустое место для текста это уже немного другое и такой контент может быть востребован на сток то если это будет просто семейный портрет из вашего домашнего архива то вряд ли он будет нужен потенциальным покупателям конечно случается такое что эти иллюстрации и фотографии продаются но это скорее исключение итак рассмотрим первое портфолио она достаточно небольшое поэтому мы посмотрим по свежим изображениям чтобы понимать какие иллюстрации были загружены сначала а каким иллюстрациям автор уже пришел сейчас конечно по двум страницам портфолио здесь чуть больше ста работ понять достаточно сложно но можно уже посоветовать в каком направлении автору стоит двигаться чем собственно я и займусь сегодня в этом разборе поэтому если вы присылаете портфолио на разбор конечно хорошо чтобы там было больше ста работ но лучше чтобы это было еще больше чем 100 работ вот меньше ста вообще нет смысла конечно рассматривать так здесь я вижу геометрические такие абстракции и вот кстати они достаточно хорошие можно продолжать такие же делать по поводу пятен для пятна акварельные они востребованы на стоках но их нужно правильно конечно же оформлять в этом портфолио автора достаточно странно смотрится компоновка пятен да какие-то обрезаны не очень они красиво между собой тоже закомпонованы можно отдельно их загрузить можно какие-то небольшие сеты покомпоновать да вот как здесь например здесь это смотрится лучше но здесь тоже есть небольшое замечание наверху расположены более темные пятна внизу более светлые и из-за этого есть такой небольшой перекос по композиции а в остальном в принципе все окей также вижу такие fashion иллюстрации кстати вот как раз они достаточно хорошие но главное такое не срисовывать с чужих фотографий к фончикам у меня нет вообще никаких претензий так сказать здесь мы видим также абстрактные различные элементы они смотрятся отлично и также отлично закомпонованы здесь далее мы видим такие портретные иллюстрации это не совсем стоковая тема это не то что будет хорошо продаваться на стоках принципе если вы это рисуете для собственного там какого-то удовольствия то это можно дополнительно загружать на стоке но если эти иллюстрации вы рисуете специально для стоков то стоит все-таки от этого отказаться далее черно-белые иллюстрации с ними все окей line art такой вообще это интересная тема и востребованы но здесь не очень понятно куда это можно применить вот здесь в таких иллюстрациях хорошие цветовые сочетания они такие абстрактные достаточно универсальные можно такое продолжать рисовать здесь казалось бы хороший набор летний но зачем такой серый фон он во-первых не придает никакого совершенно летнего настроения да а скорее наоборот на таком фоне хотелось бы разместить не знаю наряды для похорон скорее да чем мы какие-то купальники и плавки и так далее вот поэтому обращайте внимание на цветовые сочетания не только чтобы они были гармоничные но и чтобы они отвечали теме до чтобы они подходили к той теме на которую собственно рисуете вот такие зарисовки вообще отличные из них получится классные паттерны и различные наборы в общем такие иллюстрации точно стоит продолжать делать и смотрятся они современно и стильно особенно когда вы добавляете к нему какой-то цвет леттеринг если вы хотите рисовать то конечно же нужно глубиться в эту тему до изучить основы леттеринга и больше практиковаться такие иллюстрации не понимаю делали вы специально для стоков или нет сами иллюстрации хорошие но нужно выбирать более стоковые темы кстати вот эти вот иллюстрации с домами весьма такие неплохие и в этом стиле можно продолжать создавать стоковый контент и он будет востребован впрочем как и иллюстрации напитков и так далее но здесь проблемы опять же с компоновкой почему у вас сверху снизу сбоку нет свободного пространства да а между предметами его так много здесь вокруг должно быть примерно столько же по свободному пространству а вернее я бы сделала между иллюстрациями поменьше и их по-другому закомпоновала возможно поближе друг другу но и опять же тут вопрос цветом потому что эти коктейли серого цвета выпить не хочется не знаю как вам но мне точно не хочется такое выпить иллюстрации растений хорошие но нужно продумать получше сферу их применения да куда потенциальный покупатель сможет такое применить заранее продумайте за покупателя и тогда ваш контент будет востребован черный белый иллюстрации тоже супер нужно также вам более глубоко изучить тему ключевых слов написание описание к иллюстрациями это все поможет вам вашей иллюстрации продавать но конечно углубиться в то все таки что такое стоковый контент который будет вас требуем изучить топы на стоках и на них ориентироваться цветовые сочетания у вас очень симпатичны ну и конечно же стоит разобрать большее количество тем и добавить их свое портфолио сезонных узких и так далее итак переходим к следующему портфолио и сразу же мне бросается в глаза иллюстрации с нашего марафона 25 тем да очень симпатично возможно с компоновкой можно было бы еще как-то поиграть но в целом набор хороший и по цвету и по количеству предметов возможно выглядит некоторые предметы чуть-чуть науковато поэтому можно и загружать отдельно какими-то небольшими наборами и также конечно делать из них паттерны и так далее к этому кстати паттерну у меня есть вопрос по компоновке вот смотрите здесь как у вас здорово то и пространство занимает элементы и здесь хорошо вроде бы те же самые горшочки с цветочком но как они закомпонованные это пустое пространство находящиеся здесь в принципе она не мешает восприятию паттерна а здесь слишком много пустого пространства и эти горшочки выглядят просто не паттерном а просто какими-то летающими отдельными горшочками ой да кстати вот так вот отлично было бы создавать небольшие наборы из ваших каких-то уже больших наборов принципе здесь тоже вопрос с компоновкой паттерна сами иллюстрации хорошие где-то в черно-белых возможно не хватает толщины не хватает насыщенности вот здесь они бросаются в глаза эти иллюстрации а здесь немного уплывают цветочки тоже хорошие вопрос с компоновкой паттернов поработайте над этим по лучше здесь принципе к пятнам вопросов не возникает к темам насколько я вижу тоже потому что в основном все темы даст нашего марафона 20 тем понятно что они чем-то разбавлены но все равно также здесь я вижу хорошие иллюстрации с санитайзерами различными да с вакцинации с коронавирусом в принципе они симпатичные но вот здесь вот в акварели я не для всех иллюстрации вижу так какое-то применение например я не очень понимаю куда можно применить такую вот машину со скорой помощью но в целом сами иллюстрации симпатичные возможно просто не стоит некоторые темы до исполнять в акварели потому что например в таком вот дудле векторе их можно где-то применить но не все акварельные иллюстрации применимы дудлы очень даже неплохие в принципе во всех темах у вас они раскрыты неплохо а насчет акварельных иллюстраций сами по себе они неплохие где-то возможно темноватые и нужно их делать поярче но это можно делать не в процессе работы да а при обработке либо возможно даже это ваш сканер их делает чуть-чуть грязноватыми но в целом нужно искать темы для акварельных иллюстраций отдельно не все векторные темы будут востребованы в акварельные иллюстрации и у нас есть отдельные несколько видео да на этот счет так что советую вам посмотреть а вот такие черно-белые иллюстрации смотрятся очень очень даже неплохо где-то можно добавить цвет попробовать раскрасить и так далее портфолио здесь уже достаточно большое работ много в принципе сбалансированные темы нормально можно конечно уделить больше времени именно анализу того что у вас продается лучше и все-таки нацелиться на создание таких иллюстраций до проанализировать какой стиль какие темы и так далее фотографии не особо стоковые их комментировать даже я не буду здесь опять проблемы с компоновкой не забывайте оставлять пустое место по поводу фотографий если вы хотите загружать на стойке фотографий то все-таки стоит изучить эту тему глубже потому что просто фотографии да из ваших домашних архивов как я уже говорила сегодня в видео востребованы не будут все-таки к стоковой фотографии нужно подходить с умом а домашние архивы это конечно хорошо но продаваться они будут вряд ли сейчас я вам советую акцентировать свое внимание на леттеринге на вот таком черно-белом стиле и поискать акварельные темы которые вам будут нравиться и которые будут актуальны на стоках в том числе например вот такие вот милые детские различные иллюстрации будут в принципе актуальны конечно это ниша достаточно заполнено но в принципе пробиться там еще можно но ищите конечно же больше узких каких-то ниш новичкам я советую начинать с шаттерстока и для того чтобы продавать там свои картинки необходимо зарегистрироваться на сайте шаттерсток и заполнить базовую информацию о себе далее нужно сдать экзамен это на самом деле кажется самым страшным для новичков но это не так страшно как кажется сейчас это действительно намного проще чем там 10 лет назад или пять лет назад я когда сдавала экзамены было все очень сложно и если ты провалил экзамен нельзя было сразу же загружать еще раз пробовать и нужно было по моему три месяца ждать насколько я помню я попал туда не с первого раза но сейчас все намного проще если вы загрузите 10 картинок и хотя бы одна из них пройдет то по факту экзамен вы прошли но конечно нужно понимать что загружать чтобы эти картинки отвечали техническим требованиям которые запрашивают сток и в целом чтобы картинка была до стоковая ну и конечно же нужно правильно прописать ключевые слова описание и все остальное более подробно информацию по регистрации по началу работы и потому как правильно все-таки начать продавать на столах чтобы продажи пошли у вас уже в первые месяцы мы рассказываем на нашем марафоне старт ссылочку я оставлю в описании 29 марта у нас начинается новый поток марафона старт по ссылочке в описании вы можете посмотреть более подробную программу марафона и конечно же записаться если будут вопросы можете написать нам в директ в инстаграм ну или под видео переходим к третьему портфолио она у нас достаточно небольшое всего 161 иллюстрация здесь у меня не возникло никаких вопросов с компоновкой принципе цветовые сочетания тоже достаточно гармоничные где-то возможно по тону есть проблемы да если прищурится не видно отдельно морковки и фон я имею виду по тону фончики отличные цветочки тоже хорошие по цвету и по тону и яркости им хватает паттерны тоже отличные нужно конечно вам развивать количество тем но по такому маленькому портфолио сказать еще сложно понимаю что все кто начинает работать со стоками начиная с самого простого и это неплохо просто нужно добавлять постепенно новые темы и анализировать какие темы у вас лучше продаются здесь я опять вижу фотографии она в принципе чуть более стоковые чем были фотографии предыдущем портфолио но с первого взгляда не очень понятно что там изображено ну вам точно стоит поработать над тональностью предметов и как в первом портфолио сегодняшнего разбора я уже говорила про фон да он во первых нужен не везде во вторых он не должен портить вашу иллюстрацию на второй странице портфолио также видим паттерны и отдельные предметы тоже вам необходимо продумывать получше темы и вот прям там где вот я вижу темы даст наших марафонов здесь есть небольшая проблема опять с фоном так что вам нужно поработать над тональностью ваших иллюстраций в первую очередь а потом уже развивайте количество тем и качество самих иллюстрации хотя к ним у меня в принципе к качеству иллюстрации вопросов нет они достаточно простые но в то же время стоковые но по цветовым решениям вам все-таки нужно тоже как-то изучить хотя бы основы цветоведения да и задумываться над тем захочет ли покупатель съесть такой хот-дог если бы у меня была закусочная с хот-догами я бы никогда не купила иллюстрацию для рекламы да с таким вот зеленоватым хот-догом потому что его никто не захочет съесть ну что мы рассмотрели три портфолио участников наших марафонов надеюсь для вас это было полезно и интересно постарайтесь найти в своих портфолио если вы уже работаете со стоками ошибки которые я нашла в портфолио участников наших марафонов и конечно же на будущее их исправляйте и не допускайте надеюсь видео было для вас полезным и интересным ставьте лайки подписывайтесь на канал ну и до встречи в следующих видео